Приветствую! Обмеженно-предатных отменили, теперь уже точно. Если вы помните, совсем недавно был так называемый закон об отмене обмеженно-предатных, но в наказе 402 оставалась эта категория. И вот теперь Министерство обороны Украины внесло изменения в 402 наказ, приняв наказ 262, и этим наказом категория обмеженно-предатных упразднена. Все, больше такого слова в этом наказе нет, и такого статуса нет. А что есть? Вот с этим мы сейчас и разберемся, и посмотрим, что же это за наказ, и в чем отличие обмеженно-предатного от новой категории предатный, и какие там есть ограничения для этой категории. Вот этот наказ МОУ-262, как вы видите, датирован он 27 апреля 2024 года, и этот наказ про затверджение ЗМИН до положения про військово-ликорскую экспертизу в Збройных силах Украины. То есть меняет он вот тот самый 402 приказ. Данный наказ 262 вступает в силу, исходя из того, что написано на сайте Верховной Рады, 4 мая 2024 года, то есть через два дня. И вот сейчас мы с вами посмотрим, какие же отличия в нем есть, чем вот эта новая категория отличается. И посмотрим, мы на примере статьи 80, статья 80 здесь просто взята чисто случайно, то есть мы никак к ней не привязываемся, в других статьях то же самое будет. Какие теперь категории есть пригодности к воинской службе? Вот смотрите, под буквой А теперь, ну как и раньше по сути, да, идет категория непридатні до військовой службы с выключением с військового облику. Под Б звучит теперь так. Придатні до службы у військовых частинах забезпечения ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальных центрах, закладах, установах, медичных подрозділах, подрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечения, охорони. Это то, что Б, то, что как правило было непридатный або обмежено придатный, вызначается индивидуально, да, вот здесь раньше было написано. Теперь такой категории, как обмежено придатный нема, Е, непридатный, все. И дальше под грифом В, под буквой В идут полностью придатні. И если мы посмотрим вот здесь статью 81 сразу, да, то мы увидим, что есть еще вот эта категория тымчасованы придатні потребуют ликування, відпустки, звільнення від виконання службових обов'язків. То есть мы видим, что основное отличие пока здесь – это устранение категории обмежено придатні. А чем отличается, конечно, вот главный вопрос, чем отличается то, что написано вот здесь, от того, что было раньше. Сейчас мы посмотрим сравнительную таблицу. И вот сейчас на экранах вы четко видите разницу, чем отличается старый приказ от нового приказа. В контексте вот этой категории обмежено придатный и новой категории придатный, но придатный до службы только в определенных частынах, закладах, установах и так далее. Вот мы видим, здесь у нас написано старый, да, ну имеется в виду старый приказ, и здесь мы что видим? Частыны забеспечения, ТЦК, ТСП, установы, организации, навчальные заклады. А вот здесь новый мы видим уже не 5 пунктов, а 11 пунктов, в которых указаны те структурные подразделения, где человек, который раньше признавался ограниченно пригодным, а теперь пригодным будет признаваться, где он может служить. И как и раньше, тоже вы видите, частыны забеспечения, ТЦК, ТСП, ВВНЗ, топ-то навчальные заклады, навчальные центры, заклады и установы. Вот здесь вопрос, что это за заклады и установы, ну условно, есть там дом офицеров, например, да, вот в нем кто-то проходит службу, есть какие-то там музыкальные подразделения, да, есть оркестр, есть что-то метрологические центры, то есть вот это все заклады, установы. А дальше смотрите, что идет. Медичные подразделы, подразделы логистики, подразделы звездку, оперативного забеспечения, подразделы охороны. То есть вот здесь, начиная с чего, по сути, с седьмого пункта, мы видим, что это новые категории, где могут служить те люди, которые вот раньше признавались ограниченно пригодными, ну а теперь будут уже пригодными. Вот здесь рекомендую вам сделать скриншот, сохранить для себя, для чего? Если вас будут призывать, если вы имеете статус ограниченно пригодный, чтобы вы точно знали, куда вас могут направить, а куда не могут. И, соответственно, вот здесь, исходя из этого перечня, мы понимаем, что такого человека, который признается ограниченно пригодным, в бой отправить нельзя. Хотя, в принципе, опять же, давайте уточню, вот подразделы логистики, подразделы звездку, в принципе, человек может оказаться в боевой обстановке, ну, условно говоря, если это водитель, который подвозит боеприпасы, да, и понятно, что он будет ездить на самый ноль, на самый край, да, потому что подразделения логистики занимаются в том числе и этим. Но непосредственного участия в бою он не должен принимать, то есть его не должны посылать там сидеть в окопе, да, а подвозить, да, но вести бой там в окопе, нет, он уже не должен. Об этом нужно помнить и это для себя сохранить как некую памятку. И хочу напомнить, что те люди, которые сейчас имеют статус ограниченно пригоден, в соответствии с действующим законодательством, в течение 9 месяцев подлежат повторному осмотру, и, соответственно, большинству из них будет присвоена уже новая категория, новый статус пригоден, пригоден к службе в ТЦК, в высших навчальных закладах и так далее. Соответственно, это не значит, что человек должен сейчас сам уже идти в ТЦК на прохождение ВЛК, но человека такого могут вызвать, то есть ТЦК и ЕСП имеют полномочия вызвать этого человека для повторного прохождения медосмотра. Теперь, что касается того, какие еще изменения есть в этом приказе, в новом приказе 262. Друзья, честно говоря, не успел его обработать еще, потому что там 150 страниц. Там 150 страниц изменений. Изменения обрабатывать гораздо сложнее, чем полнотекстовые документы, потому что нужно смотреть, куда, что изменили, в каком абзаце и так далее. Работаю над этим и думаю, что в дальнейшем по мере выявления важных изменений буду делать либо же видео, либо публикации у себя в Телеграм-канале. Вот здесь, кстати, его название есть. Подпишитесь на него, чтобы не пропустить полезную информацию, потому что, возможно, вас это тоже будет затрагивать. На этом у меня все. Если вы считаете, что данное видео было полезным, поставьте ему лайк, подпишитесь на мой YouTube-канал, ну и, конечно, приглашу вас еще раз в свой Телеграм-канал. Ссылочка на него есть в описании к данному ролику. Традиционно пожелаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.